Всем привет! По заявкам радиослушателей. В общем, у меня уже есть видео о том, где бы я показывала свою домашнюю библиотеку. Ну, меня попросили снять обновленную версию. Я подумала, а почему бы и нет? Я прошу прощения заранее за беспорядок, который есть на моих нижних полках. Это... Ну, я решила не прибираться, чтобы вы посмотрели, как это выглядит в жизни у меня каждый день. Потому что, да, вот так все это и выглядит. А теперь мы в зале. Вот эта стенка. Кто будет писать в комментариях, что, ой, это не предназначено для книг. Ну, когда эта стенка покупалась, мы вообще не знали, что существует шкафы предназначен специально для книг. Мы думали, ну, полки и полки, и в чем разница. Ну, начнем. В самом низу, слева, Танцова. Мы теперь уже как бы не особо ее читаем, вернее, совсем не читаем. Ну, вот, книги от прошлого остались. Далее полочка магии. Здесь Толкин со своим хоббитом, с лосевином кольца. Кристингир с таймлесом. Это Гарри Поттер, разумеется. Вон, сказки Барда Бидля выглядывают. И еще, смотрите, видите, новогодние финтифлюшки. Думаете, я начала их уже вытаскивать? Да они тут в год стояли. Я их забыла убрать. Вот, и как-то они тут незаметно так и простояли. Здесь книги «Моя любимица Сесилия Ахерн», также «Фенни Флэк» здесь стоит. И прочие женские такие книги, вроде «Анжелики Маркиза Ангелов», «Серша Анагалон». Кстати, вы знали, что «Серш» на самом деле русский. Начиная рамочка с фотографией. Это древняя-древняя фотография семьи моего отца. Самый такой маленький мальчуган на этом снимке. Так, вот это финтифлюшка. Фокус. Это, я прошу прощения, мне почему-то дрожат руки. Это, на самом деле, лягушка. С такого ракурса не похоже. Ну, это она. Из какого-то догоценного камня. Ну, не то чтобы догоценного, но я не помню точно. Об нее обогатился такой жираф, который мне неизвестно зачем подарили. То есть, его яйцо пускается в воду, и он вылупляется оттуда. Вот такой прикол. Здесь стоят книги Билла Брайсона. Она большая, очень умничка. Там где-то ныкаются на заднем фоне сумерки. Ну, разные книги по дрессировке собак, афоризмы. Вот такая солянка. Две рамочки с фотографиями. Это на обоих снимках слева моя прабабушка с прадедушкой и моя бабушка с ее родным братом. На снимке справа они же в более младшем возрасте. Вот это сказочная книга. Опять мы видим Деда Мороза. Он тоже здесь простоял. Ну, там мягкая игрушка, овечка, кораблик и книги со сказками. Самая верхняя полка. Здесь стоят иконы. Вот от Николая Чудотворец куда-то заспрятался. Библия. Как вот детский вариант. Там где-то вот стоит серьезная версия. Ангелочки. И вот в самом дальнем углу стоит шкататулка с наградами моего деда, который воевал во Вторую мировую. Значит, соседний ярус, назовем это так. Тоже такая солянка. Там и Черкасский, и Чайрт Русской Уальд, и Шекспир. И русские писатели девятнадцатого века. На букву закрочется, там писали, не забыла. Ну, там открытка с ангелочком. Я вообще люблю все, что с ангелочками связано. Здесь у нас Алексеев. Статуетку я вот эту очень люблю. Не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла. Там фоном открытка новогодняя. Ниже Семенова. Снимок мамы с ее сестрой родной. Справа такая куколка ручной вязки. Присылала мне моя подписчица. Чуть пониже здесь собрание книг Пушкина, а также Хагарда. Да, соседство, согласно, не очень такое продуманное. Но так уж вышло. И здесь стоят кукла славянская. Белек тоже подписчица прислала. Несколько статуэток. Мягкая игрушка небольшая. Опять же открытка. Две. Ниже. Вот здесь верхняя полка. Это собрание всяких книг по истории. Чуть ниже. На самом деле там книги по шахматам. И сами шахматы, вот те, которые у нас были, они все там. Но их не видно за вот этой книгой русских музеев. Очень шикарная, кстати. Но она просто никуда больше не улазила, только сюда. Слева знак Сварожича. Был праздник какой-то. Дата Куликовской битвы, по-моему. Мне и хотя к тому времени христианство уже было принято, мне захотелось что-то связать. Ой, связать, дура. Выжить такое что-то близкое к славянской исконной религии. Теперь про то, что скрыто вот за этими дверками. Я вот даже сейчас встану и поближе подойду вам показать. Так, вот эта полка целиком посвящена Борису Акунину и его книгам. Здесь же стоят матрешки. Вот эта книга «Карта России», она очень классная. Но это такая... Это даже не книга, а сплошные иллюстрации. Очень прикольная, в лабиринте заказывала. Полка ниже здесь у нас книги про русскую историю. Вот эти часы я их покупала в магазине «Комфорт» на втором этаже. Это новодел, но стиль как под старину. Открыточка, шкатулка в виде сердечка. Туда на самом деле цветы можно вставлять вот между двумя делениями сердечка. Ну и книги по русской истории, автобиографии и даже по русской вышивке книга. Ниже полкой. Вот эта шкатулка тоже покупалась в «Комфорте». Она в японском стиле. Иди сюда, попугай. Попробую открыть. Тихо, не падайте книги. Вот здесь зеркало вот таким образом вставляется. И перед ним удобно краситься. Тут ящички разные, чтобы хранить косметику тоже. Все очень удобно. Но эта шкатулка такая красивая, что я ни разу в жизни... Ну, может быть, раз-два на пробу. Не... Ааа, все упадет! Короче, только раз-два я ее использовала по назначению. Так она стоит у меня тут для красоты. Тут такой жамотчик. Вообще-то, вот эта полка, она посвящена Японии, Китаю, ну, в общем, Востоку. Вот за... Вот за этой картинкой. My love. Вот. Пожалуйста. Гейши, самураи. Мифы Японии, японские сказки. Книга Лизы Си шикарнейшая. Снежный цветок и заветный вер. И даже манго немножечко, потому что манго это не мое. Как я поняла. Хотя очень хотелось на нее залипнуть, но вот, не мое. На нескольких книгах по Японии стоит в коробке от этой выпенлежных конфет, забыл, как называется, среди злата. Ладно, это бижутерия. Такая вот чашечка. Считается вроде как, что это японский фарфор. Но на коробке из-под чашечки с блюдечком была наклейка, что Китай производитель. Так что, наверное, подделка. Вот выглядит поэзия японская. И, пожалуй, на этом с этой полкой мы разобрались. Теперь соседний арус. Вот такой он. Наверху всякие женские романы. Лет пять назад вот эту бутылку, этот маньяк, посылал нам родственника тоже в Германии. И с тепла она как-то так и стоит. Ну, не пьем мы коньяк. Здесь Стивен Кинг и книги Нила Геймана. Вот эта хрюшка золотая, это копилка. Пятачок в виде пробки, он вытаскивается и таким образом достается деньги. Справа свеча в стилистике Нового года, рядом подсвечник. Ниже у нас солянка, там Сидни Шелдон, Элизабет Гилберт, Мария Стюарт, писательница, которая, а не которая королева. Справа новогодние. У меня, вы заметили, тут очень много всего новогоднего. Такие штуки, которые в Новый год кудрявятся из бумаги. Ну, все поняли, да? Рядом подсвечник в виде новогоднего мешка с подарками. Сливей в виде елочки. Свеча, еще левее. Пасхальные яйца декоративные. Ниже полка. Все по дому. То есть, как убираться, как вышивать, как вязать, как готовить. Там же где-то лежит мешочек с картами Тара. И здесь же где-то прячется книга. Как по ним гадать? Вот. И ниже такая дверца. Вот так вот покажу. Сверху книги Жюверна. Ой, наоборот. Дура Тарацкая. Дюма. Там слоник стоит с колокольчиком. Слева сова. Справа ганеш. Изображение Лакшми. Ниже Жюль Верн. Про которого я говорила свыше. Рядом куча свечечек таких вот, как таблеточки. Журнал из коллекции 100 человек. Рядом стоят еще там разные свечи. Ну, в общем, как-то так. Вот это вся, вся книга, которая есть в зале. И сейчас мы пойдем в комнату мамы. И на самом деле это опасно, потому что там Бим, наш пёс. И он считает это место своим. И будет обороняться. Но мы попробуем проникнуть. Вот она, заветная комната. Что ж, попробуем. Пришла книги снимать. Уйди, Бим. 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 Сейчас покойник. Тихо. Значит, тут вообще, ребят, я вам не буду ничего подробно показывать. Потому что в некоторых местах книги сдают аж в 5 рядов. Доставать очень удобно. Здесь, не помню что. Солянка. Очень много икон, много фотографий. Рог. Не спрашивайте, зачем. Я не знаю. Вот тут книги. Вот тут книги. Смотрите, знакомый диванчик. Вот над ним книжные стеллажи. Справа рюбки, которые я выложила. Это алмазная мозаика и мое родославное древо. За самим диваном есть свободное пространство. И там стоят самые коробки с личными дневниками. Самая нижняя полка наполнена книгами по психологии. Здесь у меня рамочка с Эйлор Мун. Передействует какая-то хрень. Ну, в общем, в экспрессе покупалась. Туда наливаешь водички на кристаллике. И они превращаются в такую вот, какую-то, я не знаю, ерунду. Часы в Эйлор Мун. Рамочка. Куча египетских статуэток. И древняя, из детства еще, стаканчик для канцелярских товаров. Следующая полка. Ну, сначала о вещах. Тут у меня всякие анимешные штуки. Древняя шкатулка. Древние диски. Значит, из красного куба бегемотик, которого надо было само раскрашивать. Ой. Или коровка. Вроде бегемотик. Флаг России. Письма. Еще не начатая вышивка из бисера. Это святая Ксения. Рядышком подсвечник. Зайка. На самом книге здесь, вот здесь слева, это все Белянин. Правее. Вот тут почти не видно, но здесь комиксы. Которые мне присылали на обзор. И там же стоят тетради, которые для будущих личных денег будут, скорее всего, предназначены. Выше полка и рамочка с котейкой мне как-то подарили. Статуэтка маленькая с собачкой в башмаке. Это банка из красного куба, красивая. Мой папа. И там картишки всякие тематические. Вот здесь и кораблик. Про эту банку. Короче, есть такая прикольная традиция. Вы в течение года записываете семейные шутки, прячьте их в баночки из кинькиндера сюрприза. Баночки в эту коробку. И 31 декабря, где-то за час до Нового года, надо достать и по очереди, чтобы все родственники читали. Очень прикольно. Значит, книги. Часть книг художественных по Древнему Египту. Моя любимая Фрэнсиса Элизабет Бёрн. Мы обожаем Крапивин. Такая полка-любимка. И самая верхняя полка здесь просто книги по Древнему Египту. Все. Надеюсь, вам понравилось. Извините, если что-то было не так. Пока. И до скорых кликов. Субтитры сделал DimaTorzok